всем здарова с вами авиан сегодня на мое усмотрение взял игру под названием pain scare нет pain scape что в переводе значит какая-то боль ну дословно переводить не буду давайте начнем по скриншотам эта игра мне напоминает как же эта игра называется что-то связано с рождеством еще в этом стиме игрушка такая есть очень прикольная игра по-моему 2017 году вышла ладно маньяк в доме и он следит за вами будьте осторожны старайтесь не шуметь нет это не для меня сложно маньяк невероятно силен от него тяжело спрятаться в шкафу предметы распределяется случайным образом я давайте на легком поиграем арсенал старый топор но все еще пригоден для рубки давайте начнем чем медлить не понимаю такая загрузочка вы попали в ловушку серийного убийцы и по счастливой случайности смогли освободиться от веревки теперь ваша основная задача найти выход из дома психопата он очень хорошо слышит не вздумайте сильно шуметь иначе джеймс начнет преследовать вас так теперь мы знаем маньяка зовут джеймс прячьтесь в шкафах исследуйте дом и используйте любые доступные способы чтобы покинуть это ужасное место окей я вас услышал тем камеры чуть-чуть побольше вот видимо я ночую здесь какой-то комнате давайте осмотримся чтобы этим коробочки они не нужны в принципе по графону скажу ничего так ну хотя вот это вот меня напрягает очень сильно так добавим громкости слушайте игра что-то не знаю как-то глючит это что было кто где ходит слушайте но это прохождение затянется ну что скажу в шкафах постоянно пусто телефонная трубка не знаю для какой цели я понимаю прекрасно мне нужно будет позвонить службу спасения 911 если это америка 112 если это раша ну внешне это похоже на дом грани если ничего не путаю что это такое письмо так письмо ком-то джеймису это этому маньяку скорее всего ох как бы я не хотел к нему попасться тут открытая дверь о а это я открывал слушайте слушайте открыта дверь в подвал а вот и ты уродище вот блин я же говорю это маньяк дает там второй шанс посмотрите видео конечно то есть вы так относитесь ко мне не даете второй попытки там дней ну в принципе все честно наказание оправданное он выходит из подвала если ничего не путаю значит давайте осмотримся комната с камином коридор блин вы серьезно и как мне здесь еще проходить это уже очень сложно парадное требуется ключ 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 сейчас я вспомню эту игру nightmar christmas по моему как то так игра называется там вот этот вот да 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 там этот чувак усатый он появляется сначала когда мы были в ванной вот скриншоты даже затем мы отворачиваемся он появляется к нам ближе потом стоит за спиной это чё за а что это было сейчас я вот не понял он сказал я вижу тебя я слежу за тобой кухня такая знаете атмосферная короче и вот этот вот здрасте да 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 это он не слушайте игра такая знаете блин не дает второго шанса и какая-то не знаю на рекламе вся возможно если бы у меня сейчас был включен интернет я специально этого не делаю чтобы не было всякой рекламы зрителям же приятно когда ничто не мешает голос автора самое главное и само прохождение геймплей на вот это вижу цифру 2 не исключено нам нужно будет искать какие-то коды чтобы подобрать какому-то сейфу так я заметил него две кухни он проходит сквозь стены сквозь двери но это не честно не честно дружище джеймс это нихрена шиньки не честно посидим шкафу ничего страшного да 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 это тот чувак стыгры еще раз повторяюсь в ну в той игре он был как сказать протагонистом каким-то . а антагонистом я путаю конца игры он мешал нам нам нужно было выбрать и как в это играть слушайте вот слушайте что это за игра как как играть в это я не понимаю он у меня он в шкафу меня находит какого черта я сидел в шкафу тихо как ты меня нашел ублюдок ладно не важно возможно третий этаж послужит мне безопасным местом в чем я сомневаюсь сомневаюсь я уже заикаюсь что то вы слушайте это что на прививку пойдет как нибудь отлично на прививку пойдет сойдет 3 возможно это его личные демоны я здесь дверь не открывал чувак ты вообще псих жесткий что я скажу игра знаете на такая пугающая ну в плане того что у вас одна жизнь и и вы понимаете ситуацию что как бы второго шанса у вас никак не будет но если вы конечно без рекламы играть с рекламы точнее у вас не будет второго шанса что этот урод хрен пойми где ша стоит звуки шагов его еле слышны и непонятно откуда издаются так что у вас нет второго шанса вы не сможете от него сбежать и короче говно игра если честно какая-то тут даже не реализовано прятание в шкафу самое стандартное от маньяка очень ну как сказать нет ниже я бы не сказал что от него трудно убежать мы просто у него такая траектория он будет вас преследовать пока да 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 пожалуйста пожалуйста все и да и начнем опять таки прохождение этой игры осмотримся это у нас первый этаж а у нас три этажа вот ты сучара гребаная так давайте так меня в комментариях просили без мата но без мата тут никак не обойтись ну ладно я вас к вам прислушаюсь и постараюсь как можно реже использовать мат и даже вообще возможно без мата ну без мата тут сложновато обойтись потому что постоянно он меня преследует и все в этом духе так что вы меня понимаете прекрасно вот я спрятался в шкафу он меня не видел ну да он меня не видел возможно он ушел что это пуля отличное начало слушайте я нашел телефон письмо и пулю какую-то ну вот здесь неприглядная тьма ну вот здесь неприглядная тьма фонаря нет освещение очень плохое я в принципе этого заслуживаю так давай без своих прикольщиков ну ты же меня не видел тут один и как все это запоминать если ты пока повернешься пока развернешься пока встанешь он тебя уже два раза убьет ну что я скажу в плане атмосферы игра очень хорошо передает свои черты страха какого-то панического ужаса вот эта вся атмосфера как будто вы серьезно попали в плен пианино меня палит в плен к маньяку который вас преследует и хочет убить затем что у нас идут какие параметры в плане геймплея управление знаете такое средненько потому что предметы подбираются им на них прям наводиться нужно я не люблю когда так делается ну легче согласитесь вот лежит предмет вы к нему подошли он высвечивается и допустим на него тапнули вы пока прицелитесь вот пока прицелишься заткни свое ну все я как и сказал в плане преследования маньяка ну давайте этот параметр добавим то он здесь очень часто появляется и невозможность осветочек проходит сквозь стены сквозь двери не дает вам никакого шанса телепортируется в самые непредсказуемые места пугает до усрачки если вы играете ночью в наушниках ну меня допустим не пугает на первый раз вот в эту игру играю ну ладно слей меня слей что ты уже сливай меня давай давай и Субтитры создавал DimaTorzok